Машину с изображением пчелы в детской клинической больнице встречает с уважением. Представители благотворительного фонда «Пчелка-Мая» навещают здесь детей отделения онкогематологии. За время работы фонда десятки детей уже получили помощь. С помощью благотворительного фонда мы смогли отправить наш гистологический материал некоторых сложных случаев на пересмотр в город Москву, где были эти материалы пересмотрены, получены результаты. И мы смогли правильно поставить диагноз и определить лечение для нескольких детей. Также этот фонд помогает нашим детям в переезде в центральные клиники, в благоустройстве их там, с жильем, с пребыванием родителей и ухаживающих. Большой объем помощи нам оказан. На окнах появились роль шторы, которые необходимы в нашем отделении, потому что обычные шторы в нашем отделении неприемлемы. Должны именно быть такие шторы, которые обрабатываются, моются. Помощь фонда не только материальная. Пчелка Майя, внушающая надежду, поднимает настроение ребятам с тяжелым диагнозом – рак. Волонтеры поддерживают ребят во всех начинаниях, играют с детьми в развивающие игры, устраивают театральные представления. На вопрос, кем ребята хотят стать, когда вырастут, дети отвечают по-разному, но всегда с оптимизмом. Кем ты хочешь стать? Я хочу стать директором школы. Позорником. Футболистом. Строителем. Ну, что-то связано с техникой. Дать детям шанс на светлое будущее – вот основная цель фонда Пчелка Майя. Руководители фонда своим примером показывают, что есть еще в Забайкале люди, не безразличные к судьбам других. Наш фонд еще молод. За истекший год мы собрали средств 1 миллион 327 тысяч. На сегодняшний день 55% уже потрачено на помощь нашим детям. И из всего этого нашего опыта, главное, что мы поняли за вот этот шедший год, что в нашем крае очень много добрых и отзывчивых, и щедрых людей. И с вашей помощью, с помощью наших благотворителей мы будем бороться. Благотворительный фонд призывает людей к поддержке детей, нуждающихся в помощи. Страшный диагноз – это не приговор. Только равнодушие по-настоящему неизлечимо. Павел Комиссаров, Лев Нескромных. Время новостей.